За месяц до выборов президента Украины ситуация накалилась до, можно сказать, военного состояния, до применения армии против граждан Украины, до помещения в застенки политических конкурентов. Вместо того, чтобы они могли свободно участвовать в дискуссиях, дебатах, в митингах, они томятся в застенках украинских тюрем. Поэтому уже сейчас можно с уверенностью сказать, что такая предвыборная кампания не может привести к легитимным выборам. Когда во время выборной кампании ты обещаешь, не забывай, что после выборов наступает новый день, и этот день тебе придется с избирателем встречаться. На следующий день после выборов президент Украины начнется нормальная жизнь, и человек, пришедший к власти нелегитимным путем, будет чувствовать себя изгоем, и не только в своей стране. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы пришел человек профессиональный, легитимным образом, хотя о легитимности в полном смысле этого слова сейчас говорить сложно, потому что весь приход к власти нынешних людей, организующих выборы, ну, ни у кого не вызывает сомнений, что он нелегитимен. Поэтому в данном случае выборы можно провести, если не заботится о будущем государства.